всем привет друзья беты альбимаргината созрели нереститься на самом деле самочка уже была пару дней как готова но нужен был какой-то сигнал от природы в данном случае этим сигналом послужило резкое снижение атмосферного давления почему-то на многих диких петушков это влияет и пара начала нереститься то есть самка четко следует за самцом они облюбовали трубочку к сожалению самого нереста мне заснять не получилось потому что это дело у них интимное происходило почти в темноте чтобы никто не мешал нерест длился более четырех часов периодически пара делала небольшие перерывы самец просто отдыхал самочка искала чего покушать но потом опять возвращалась к самцу и все продолжалось самец с момента нереста понятно уже не ел потому что у него во рту икра то есть будущие дети наконец нерест закончился самка уже в таком после нерестовом окрасе мечется по всему аквариуму пытается покушать самец грустно наблюдает за тем как падает еда практически мимо носа и отворачивается вот самка худая пытается восстановить потраченные калории в этот момент я пока начала готовить отсадник для самца потому что испытывать его терпение когда вокруг еда соперники другие рыбки ничего хорошего сейчас у него легкая паника тоже такое периодически наблюдала рыбка думает что вдруг где-нибудь упала потерялась икринка это он ищет не еду ему кажется что вдруг где-то завалялась икра поэтому пора отсаживать отсаженный самец сидел 16 дней наконец начал выпускать малечков в отсаднике где он плавал я его пересадила в небольшую корзиночку через которую малыши спокойно могли из нее выплыть нет он своих мальков не трогал но мне надо было понять закончила выпускать малючков или нет во время первого нереста он как говорят бета маньяки расплевывался мальком больше суток то есть не всех сразу малючки размером 3-4 миллиметра кажутся черненькими сразу начинают брать артемию здесь малючку два дня видно что он уже активно плавает активно питается пузико набита артемий корма должно быть много но он ни в коем случае не должен портить воду поэтому каждый день я делала в этом отсаднике подмену в этой емкости нету ни фильтра не грелки это все происходит при комнатной температуре меняла четверть воды комбинируя отстоянную воду и воду из аквариума где сидели родители малышей мальки сначала казались черненькими у них прозрачный только хвостик постепенно они стали немного светлеть становились коричневыми или почти светлыми но окрас у них может меняться моментально на почве стресса например яркого включения света подмены воды здесь малькам уже 5-6 дней они активно плавают активно друг у друга отбирают еду и уже начинают между собой устраивать какие-то небольшие стычки когда рыбкам исполнился один месяц они стали размером чуть больше сантиметра и решила пересадить их в аквариум к родителям тем более за это время самец от нерестился второй раз тоже уже выпустил малька поэтому потребовались новые емкости а для малышей уже нужен был аквариум попросторнее совсем малюток сажать к родителям не рекомендую самка или другие рыбки вполне могут их схомячить но от сантиметра это уже вполне безопасный размер здесь рыбки получают не только артемию ее уже конечно мало но еще аулафорус пока что держу рыбок только на живом корме домашнего разведения еще раз по срокам первый нерест у этих рыбок был 10 ноября 16 дней самец таскал икру и личинок во рту после этого через 10 дней он уже опять от нерестился не знаю насколько он смог восстановить свои силы но малёчков после второго нереста и обнаружила ровно такое же количество как и после первого чуть больше двух десятков некоторые мальки были да чуть помельче остальных поэтому отсаживал их в другую емкость чтобы им чуть больше еды доставалось аквариум без грунта поэтому подростки не очень яркие обычно маскируется под окружающую среду взрослые рыбки на них внимание не обращают совсем если внимательно присмотреться мы увидим что здесь взрослых рыбок 3 потому что за время отсутствия основного самца второй самец который как и рассказывала в предыдущем видео прикидывался самочкой все-таки от нерестился поэтому сейчас он находится в декретном отпуске в другой емкости тоже вынашивает детей мальки очень шустро растут вот здесь им сейчас один месяц и пять дней они уже даже напоминают своим поведением взрослых рыбок так хочется сказать почти как взрослые здесь видимо сейчас собрались молодые самцы у некоторых угадывается белая кайма по нижнему плавнику но ко мне тут приезжали забирать полдюжины подростков не знаю что там получится в итоге ловила двух самцов четырех самочек через день клиент позвонил сказал что он уверен что у него один самец остальные все самки но скорее всего со временем опять же будет доминантный самец остальные самцы определяться чуть позже поэтому пока определить пол у этих рыбок это без гарантии но в любом случае их можно заводить стайку 57 хвостиков в аквариум от 30 литров и больше если у них будет нормальное количество укрытий достаточно разнообразная кормежка то прекрасно будет существовать стайка